Я здесь вообще ни при чем. Это все придумала Лида, которая решила, что нужно теперь по вечерам для тех, кто не успевает просмотреть нашу ленту телеграм-канала, что нужно все это быстренько и организованно для ютуба пересказать на видео. Да, пожалуйста, пересказывай. День начался с того, что красный клоун Зю отличился особой какой-то тоже совершенно феноменальной несказанной подлостью, сообщив, что вот эти вот оставленные во тьме украинские города, где повреждены все электрические и водяные структуры, вот теперь нужно подвергнуть настоящей массированной бомбардировке. Конечно, быть Чикатилой плохо, но быть лакеем у Чикатилы гораздо постыднее. А Зюганов это как раз вариант лакея у Чикатилы. Очень жалкая роль. Мобика убили и ограбили в Забайкалье. Это, понятное дело, не редкость, потому что многих мобиков убивают задолго до того, как они прибудут к тому месту, где их должны убить уже совершенно официально, то есть на линию фронта. Но вот мобика убили и ограбили в Забайкалье. Он не доехал. Но дело не в том, что его убили и ограбили. Дело привычное. Дело в том, что с его карточки регулярно продолжают исчезать небольшие суммы, которые тратятся на алкоголь. В этом даже как бы чудится некая мистика. Но на самом деле ничего удивительного нет в том, что покойник продолжает покупать водку и портвейн. Дело в том, что в России убить, убить, это не значит вылечить от алкоголизма. Он вполне может остаться алкоголиком и посмертно. Но еще следует помнить, что вот по догме русского мира мертвые остаются в одном строю с живыми. Образуйники такие, бессмертные полки и другие затейливые коллаборации. Так, это у нас Прозюганова. Потом у нас есть, разумеется, история с монастырем и красоткой Ивлеевой. Если я правильно произношу ее фамилию. Дело в том, что российская богема, она решила поползать на брюхах перед режимом, перед попами и изготовить радикально православный сериал. Попы отсмотрели изготовленный сериал, который стоил много-много-много десятков, сотен миллионов рублей. Но вот старания они не оценили и сообщили, что богема ползала на брюхах неправильно. Ползать на брюхе, с точки зрения попов, нужно так, чтобы брюхо оставляло бы на земле непрерывный след, а не пунктирчиком. А эти пунктирчиком, понимаешь ли, в результате попы кенцо прокляли. Ну и, разумеется, Министерство культуры его запретило и никакого прокатного удостоверения ему не выдало. У богемы не получилось выслужиться перед попами. Ну, как вы знаете, огромные проблемы у пропаганды. Совершенно выдохся, выработался, выистериковался Соловьев. И из него, вероятно, в ближайшее время будут делать чучело. Это чучело украсит вход в музей пропаганды. Ради Соловьевского чучела имеет смысл создать такой музей. Но Кремль не растерялся. Сообразив, что вот эта вся скобиевско-соловьевская история себя уже отработала, Кремль пошел в обход. И мобилизовали Андрюшу Малахову, который казался всегда тупеньким, но, в общем, совершенно безобидным пареньком. Но Малахов так жарко вписался во всю эту пропаганду путинского фашизма и войны, Что Соловьеву на зависть. Но в отличие от голой, прямой, лобовой пропаганды Соловьева, Малаховская паразитирует на мистике, конспирологии, нумерологии, психологии, ясновидении и других видах надувательства. Понятно, что вся эта чушь, вся эта чушь, перечисленная мной, работает только... Но вот тут есть незадача. Дело в том, что этих самых тупых в Российской Федерации аж 95% населения. Как мы знаем, теперь Путин это уже не Путин, а это такой Бен Ладен с балалайкой. Он получил официальный диплом главаря террористов. Россия получила тоже диплом страны-террористки. И в связи с этим, в общем, Песков раскрепостился и перешел на привычный для него и легкий язык, сообщив, что власти Украины имеют возможность прекратить страдания своего народа, если выполнят требования Путина и Российской Федерации, и вообще террористов. То есть, грубо говоря, делайте то, что мы вам велим, иначе мы вас уничтожим. И я рад, что Кремль отбросил всякие стеснения и перешел на стандартный язык всех абсолютно террористов. Давно пора было сделать, а то людям морочили головы какими-то гусями, какими-то деноцификациями и всякими 8 лет бомбас. Но теперь Путину терять уже нечего. Теперь он уже навсегда Бен Ладен с балалайкой. Ему он может отбросить всякую стеснительность и заняться любимым делом, то есть массовыми убийствами, бомбежками, убийствами и грабежами. Опять-таки, новости культуры воссоздан, насколько я понимаю, в каком-то исключительно уродливом виде. Фильм, который так любил Совок, Ирония судьбы. Всюду проводятся какие-то выставочки, презентации, премьерочки. Показывают друг другу драгоценности. Вот мне интересно, вся вот эта артистическая московская нынешняя шушера, которая играет в эту культурно красивую жизнь, она уже сообразила, что она теперь является не просто московской культурной шушерой, а что она часть террористической корпорации, той корпорации, которую ненавидит и презирает весь мир. Вот интересно, до этих ребят когда дойдет, что все, кто развлекает и украшает путинский фашизм, это соучастники глобального преступления? Вот напомню, были такие люди, как Эмиль Янингс, Уллен, был Задербаум, был Хеффлик и другие артисты, которые обеспечивали культурную жизнь гитлеровского рейха. У них все было хорошо до поры до времени, но вот, понимаешь ли, с 1946 года они были подвергнуты крайне неприятным процедурам и навсегда отовсюду списанное. Так, это я смотрю свой телеграмм за сегодняшний день. Понятное дело, что и Казахстан, и Армения, и мы видим только самое начало процесса и казахстанского, и армянского, вероятно, предпримет все, чтобы покинуть так называемое ОДКБ. Дело в том, что политические, особенно военно-политические, союзы со страной, признанные официально террористкой, это очень накладно, это очень постыдно и это совсем небезопасно. Так что я подозреваю, что союзников России в ближайшее время станет еще меньше. Так, затем у нас есть история с мобиками. Всюду в интернетах бурлит, кипит. Ну, кстати, у нас у первых появилось это видео. Где-то... А там они сами рассказывают, где. Это длинное и очень эмоциональное яростное видео, умилительное, конечно. Это очередные причитания мобиков. Вот лица, которые решили стать ворами, убийцами, насильниками, они возмущаются тем, что преступление, которое они собираются совершить на территории другого государства, оно очень плохо организовано. То есть вот этот коллективный Чикатило жалуется, что ему дали, понимаешь ли, тупой ножик, и не отключили в лесополосе весь свет. Все фонари не вырубили, чем затрудняют совершение преступления. Так, потом у нас, конечно же, есть сенсационная совершенно штука. Это молот Пригожина, очередной молот. Молот гостит и всюду вирусно распространяется видео, как два таких отшкуренных, отполированных питерских мальчугана пожилых вносят и раскрывают скрипичный футляр, внутри которого полированный молот с клеймом «Вагнер». Этот молот предназначается Евросоюзу, тому самому Евросоюзу, который уже, кажется, объявил частную военную компанию террористической организацией. Это видео действительно, оно производит впечатление, но вот оно, то, что называется, немного недоделанное. Когда открывается футляр, и мы там видим молот, понятно, что на столе не хватает. На столе не хватает настольной лампы с абажуром из человеческой кожи. Так, чего тут у нас есть еще? Да вот, пожалуй, сегодня больше ничего такого знаменательного-то, пожалуй, и нету. Да, нету. Закончили. Продолжение следует... Продолжение следует...